На Икаре прошел городской этап военно-спортивной игры «Зарница». Она традиционно проводится в три дня. На протяжении этого времени команда Исаровских школ демонстрирует военные тактические и спортивные навыки. Обработать рану, наложить повязку на голову и бедро пострадавшего, эвакуировать на носилках. На этом этапе важна верная последовательность действий и скорость, ведь на кону может стоять жизнь человека. Навыки оказания медицинской помощи будут полезны не только на огневой, но и в обычной жизни, утверждают члены отряда «Русичи» школы номер 17. Мы тренировались. Если тренироваться, то, конечно, все очень просто. Но возникали, конечно, трудности, но все в порядке. Мы прошли этап с собой довольны. Кто знает, как повернется жизнь и чем нам это пригодится. Просто интересно узнавать что-то новое, пытаться как-то что-то это применять. Очень интересно, даже если сложно. Муниципальный этап областных соревнований Нижегородской школы безопасности «Зарница-2024» проводится в три дня. Первый день участники демонстрируют свои способности по тактической и боевой подготовке. В этом году состязаются 13 школьных команд. Тактическая игра на местности включает в себя прохождение этапов, зараженный участок местности, минное заграждение, короткие перебежки, просто бег и атака переднего края противника. В этом году силовую гимнастику для всех младших команд заменили игрой «Снайпер». 21 марта старшие участники состязаются в подтягивании, отжимании, беге на короткую и длинную дистанции, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты. Третий день будет проходить в 16-й школе. Команды разделят на два блока, старшие и младшие, где параллельно будет проходить стрелевая подготовка, радиационно-химическая и биологическая защита в виде одевания общевойскового защитного костюма и историческая викторина. Из нововведений этого года то, что в прошлое на дивизионные этапы выезжала команда только старшей группы. В этот раз на области наш город представят также средняя и младшая. Начни свой день правильно. Утренняя зарядка помогает человеку взбодриться, зарядиться энергией. Кроме того, утренняя гимнастика положительно влияет на здоровье. Утренняя гимнастика – прекрасный способ правильно начать свой день. Простые упражнения подходят для людей любого пола и возраста. Для того, чтобы тело оставалось в тонусе и дольше сохранялись молодость и здоровье, утреннюю гимнастику нужно делать ежедневно. Современный ритм жизни в городских условиях связан с малоподвижным образом жизни. Отсюда возникают многие проблемы со здоровьем, которые раньше были характерны только для пожилого возраста. Утренняя зарядка улучшит метаболизм, поможет зарядить энергией. Организм привыкнет к умеренной физической нагрузке, и человек будет бодрым и активным весь день. При движениях тела, рук и ног улучшается деятельность сердца и сосудов. Нормализуется работа нервной и дыхательной системы. Ежедневные упражнения помогут выработать правильную осанку, помочь позвоночнику. С утра человек не отличается быстрой реакцией и активной умственной деятельностью, потому что ночью все эти показатели снижаются для полноценного сна. Гимнастика помогает проснуться, привести себя в рабочее состояние и зарядиться энергией. Даже небольшая, но регулярная физическая нагрузка положительно повлияет на тонус мышц, пищеварительный тракт и кровообращение. Активность будет полезна любому человеку. Насыщая организм кислородом, можно замедлить процесс старения. Есть противопоказания к упражнениям. Это повышенная температура тела и проблемы с давлением. Гимнастика для взрослых особенно полезна при малоактивном образе жизни, а также тем, кто страдает от частых психических нагрузок, сонливости. Упражнения дадут целый комплекс преимуществ. Предупреждение атеросклероза, насыщение мозга кислородом, улучшение концентрации и внимания, контроль веса тела, повышение иммунитета, укрепление сердечной мышцы, профилактика против сколиоза и остеохондроза. Комплекс упражнений поможет избавиться от ощущения разбитости, раздражительности, которые являются следствием недостатка движения и поднимет настроение. Гимнастику утром необходимо делать и пожилым. Комплекс упражнений может отличаться, но тут главное – регулярность. Зарядка улучшит метаболизм, поможет избежать проблем с суставами и истончением мышц, а также улучшит настроение и самочувствие, повлияет на укрепление костей, позвоночника, нормализует работу сердца, сосудов, органов дыхания, улучшит работу вестибулярного аппарата, что повысит координацию движений. Утренняя гимнастика особенно эффективно насыщает организм кислородом в проветриваемом помещении. Прекрасно, если есть возможность заниматься на свежем воздухе. Одежда и обувь должны быть правильно подобраны, без стеснения движений. Все упражнения должны выполняться плавно с чередованием вдоха и выдоха. Прием пищи перед занятиями исключен, но после пробуждения нужно выпить стакан воды комнатной температуры. Обычно комплекс делится на три части. Разминка, основные упражнения и растяжка. Основная часть подбирается по желанию. Можно использовать универсальные упражнения, такие как приседания, махи ногами, наклоны с касанием пальцев пола, выпады по очереди левой и правой ногой. Для взрослого здорового человека можно включить упражнения на пресс, отжимания. Каждое упражнение повторяется от 6 до 10 раз. В заключении выполняется последняя часть с растяжкой мышц и нормализацией дыхания. Заканчивать гимнастику лучше принятием водных процедур, контрастного душа. Комплекс упражнений нужно чередовать, чтобы организм не привык к односложности и к одним и тем же движениям. Эффект от гимнастики не заставит себя долго ждать, особенно если постепенно увеличивать нагрузку. Вы будете меньше простужаться, чаще улыбаться, чувствовать позитив и поддерживать все системы организма в отличном состоянии. На улице с каждым днем теплее, а это значит, что любители бега теперь могут заниматься на свежем воздухе. Бег помогает привести тело в форму, повысить тонус мышц и стабилизировать эмоциональное состояние. Весна – идеальное время для того, чтобы выйти на улицу и подарить своему телу радость движения на свежем воздухе. С приходом весны, когда природа пробуждается от зимнего сна, спортсмены и любители активного образа жизни снова начинают отдавать предпочтение уличным пробежкам перед закрытыми пространствами спортзалов и манежей. Бег на открытом воздухе не только помогает поддерживать высокий уровень физической активности, но и положительно влияет на настроение, способствует улучшению общего самочувствия и позволяет наслаждаться красотой оживающей природы. Чтобы бег на улице был в радость, нужно правильно подобрать экипировку. В качестве одежды для бега можно выбрать майки и синтетических материалов, отводящих влагу, шорты или спортивные брюки. Также лучше синтетические или плотные из хлопка для прохладной погоды. Не рекомендуется бегать в обуви для кроссфита, в теннисных кроссовках, кедах или обуви спортивного стиля. Оптимальный вариант – беговые кроссовки. Следите за техникой бега. Ноги должны быть все время чуть согнуты в коленях, спина прямая, а корпус зафиксирован. Старайтесь приземляться на переднюю часть стопы, у основания пальцев, однако не оставайтесь все время на носочках. Сразу после приземления полностью опускайте ногу на землю. Соблюдайте технику безопасности при беге. Крепко завязывайте шнурки. Большинство травм во время бега связано с развязавшимися шнурками. Начинайте занятия с ходьбы, разогревайте мышцы. Если вы бегаете на улице, слушайте музыку в плеере тихо, чтобы полноценно ориентироваться в ситуации вокруг. Кратковременная, но сильная нагрузка на мышцы и связки бывает зачастую опасна без качественной разминки. Разминка и растяжка – неотъемлемый элемент перед любой тренировкой, тем более перед спринтерским бегом, и следует уделять этому особое внимание. Тренировочные нагрузки следует увеличивать постепенно. Для начинающих достаточно выходить на пробежку через день, два-три раза в неделю. Со временем можно увеличивать как продолжительность, так и количество беговых тренировок или дополнять их силовым тренингом, растяжкой и йогой. Допустимы чередования бега и ходьбы. Даже 6-10 минут бега в очень медленном темпе дают позитивный эффект. Положительных изменений можно добиться при длительности тренировки от 20 до 40 минут. Если вы бегаете на длинные дистанции, лучше брать с собой на тренировке сотовый телефон, заранее ставить в известность о своем маршруте или его изменении родных, друзей и знакомых. Не бегать одному по незнакомой местности, чтобы не заблудиться. Бегать без наушников или слушать музыку в них тихо, чтобы слышать то, что происходит вокруг. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для общего поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы практиковать в неделю не менее 150 минут аэробных нагрузок низкой интенсивности или 75 минут средней интенсивности или их комбинацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова